Без какого предмета не обходится ни одна звездная экспедиция в Америке. Оказывается, ни один космический корабль, естественно, американский, не отправляется в космос без самого обычного скотча. У них там даже есть поговорка, если вы не можете починить что-то при помощи скотча, значит вы купили неправильный скотч. Традиция пошла со времен Аполлон-13, того самого на борту которого была произнесла знаменитая фраза До Луны Аполлон-13 так и не долетел, однако все проблемы на его борту удалось решить при помощи вот такого армированного скотча. С тех пор ни одна звездная экспедиция не обходится без этого абсолютно нужного предмета. Вот, например, на этой фотографии видно, что крыло Аполлона-17 починено при помощи скотча. А раз он хорош для космоса, пригодится и в быту. Здравствуйте, в эфире программа «Гвоздь стену» и сегодня говорим о том, как правильно выбрать и применять скотч. Трудно представить, но еще каких-то сто лет назад такого нужного и важного изобретения, как скотч, вообще не существовало. Ну а первым среди разнообразия клейнских лент была изобретена вот такая малярная лента. В 1923 году никому неизвестный американец Ричард Дрю поступил на работу в столь же малоизвестную фирму Миннесота Майнинг энд Мануфактуринг. Фирма занималась производством наждачной бумаги и целлофана. Через два года молодого специалиста Дрю, которому тогда было 26 лет, отправили тестировать продукцию фирмы наждачную бумагу в автомастерские. Там он впервые наблюдал за процессом покраски автомобиля и увидел, как трудно покрасить их в два разных цвета. Линия между цветами получалась неровной и неаккуратной. Дрю предложил наклеивать ленту, которая позволит создать четкую границу между цветами. Так что первый скотч был создан на бумажной основе. Интересный факт, но сам Дрю не был шотландцем. Ну и первая лента не была произведена в Шотландии. Однако же скотч в переводе с английского означает шотландский. Оказывается, первый скотч, который придумал Дрю, был покрыт клеем не по всей ширине, а только по краям. В результате чего он очень плохо клеился. В итоге Ричард Дрю исправил свою ошибку и покрыл клеем всю поверхность скотча. Итак, первый вид скотча, самый древний из всех клейких лент, это малярный скотч. Его особенность в том, что основой для него служит бумага. Он легко отрывается, очень легко приклеивается, ну и, собственно, так же легко и отклеивается. При этом он не промокает и не пропускает сквозь себя краску. О том, как правильно применять малярный скотч, давайте спросим у профессионала. И о том, как пользоваться малярным скотчем на практике, нам расскажет художник Андрей. Привет, Андрей. Здравствуйте. Итак, Андрей, у нас есть поверхность, которую нужно окрасить, есть малярный скотч и есть краска. Что будем делать? Малярный скотч мы используем в тех случаях, когда нам надо защитить определенную какую-то поверхность. Вот. Для этого как бы он предназначен. Мы сейчас продемонстрируем. В ситуации, когда у нас одна краска, все совершенно понятно. Нанесли скотч, покрасили, удалили скотч и у нас идеально ровная граница. Вот как добиться этой самой ровной границы, если у нас два цвета? Это несложно. Главное дать краске высохнуть. И скотч имеет такое свойство, как бы с поверхности хорошо удаляться. Поэтому... Поэтому наносим? Да, просто наносим. Пока еще не удалили скотч. Вот такой вопрос. Есть такая проблема, что слабость малярного скотча не всегда ему помогает. Иногда он удаляется вместе с краской. Вот от чего такое бывает и как этого избежать? Это происходит из-за того, что поверхность плохо подготовлена, не загрунтована. И в этих случаях скотч может просто захватить с собой частички краски. Будем надеяться, что мы все сделали правильно и наш скотч не отойдет с остатками красной краски. Удаляем скотч. Я думаю, нашим телезрителям заметно, что одна граница у нас получилась практически идеальной. Ну и вот здесь две границы вот такие прям неровные-неровные. Мы это сделали специально для того, чтобы продемонстрировать еще одну типичную ошибку, когда мы пользуемся малярным скотчем. Прокомментируем это, Андрей. Мы неплотно приклеили скотч и очень близко держали баллон. Поэтому вот такие вот подтеки у нас появились. Спасибо, Андрей. Ну а от себя я еще хочу добавить, что малярный скотч очень подходит для того, чтобы на зиму заклеивать окна. Но опять же в нашей жизни все меньше и меньше окон, которые нужно заклеивать на зиму. Однако у меня есть друзья, которые и пластиковые заклеивают. Но все-таки самый распространенный скотч на планете – это самый обычный упаковочный скотч. Его придумал тот же самый Ричард Дрю в 30-х годах в Америке. В то время там была великая депрессия, и люди старались больше чинить старое, чем покупать новое. И в общем скотча ждал грандиозный успех. Вот, кстати, рекламный ролик той поры. Субтитры создавал DimaTorzok Заметили? Я тоже нет, но попытаться все же стоило. Ученые выяснили, что самый обычный скотч, если его резко размотать, излучает самую настоящую радиацию. Получить при этом передозировку, конечно же, невозможно, цифры мизерные. Но вот засветить фотопленку такая радиация вполне способна. Вот так выглядит специальная машина, которая показывает, как скотч испускает рентгеновские волны. Правда, никакого практического применения этому факту так и не придумали. И все же приятно думать, что наш обычный бананный скотч совсем не так прост, как кажется. Все же стоит отметить, что в деле домашнего ремонта самый обычный упаковочный скотч, особенно вот такой, крайне бесполезен. Он плохо отрывается. В смысле, конец его крайне сложно найти, если в доме нет человека с маникюром. Далее его сложно оторвать от катушки. Он хорошо приклеивается, но, опять же, очень плохо держится. И оставляет после себя совершенно неприятные следы. Поэтому разговаривать мы будем не о том, как применять скотч, а о том, как избавиться от его следов. Итак, представим ситуацию. Мы взяли вот такой скотч и заклеили им на зиму окно. Ну, вот примерно вот такое красное окно мы с вами заклеили. Всю зиму скотч стоял и надежно согревал наше жилище. Весной мы решили отклеить его. Берем, отклеиваем. И остаются вот такие вот невероятно ужасные, я бы даже сказал, уродливые остатки клея. Будем с этим бороться. Для удовольствия работы макет нашего красного окна мы закрепим горизонтально. Для удаления остатков скотча интернет советует нам применить самый обычный домашний фен. Скотч нужно нагреть и протереть тряпочкой. Итак, если ваша цель не уничтожить остатки скотча, а размазать его по всей поверхности, то фен это прям подходит. А в плане борьбы это не наш метод. В общем, фен нам не подходит. Есть еще один щадящий способ удаления остатков скотча. Это эвкалиптовое масло. Данный способ удаления скотча не только приятно пахнет, но и полезен для здоровья. Давайте попробуем. Переходим к следующему способу. Можно купить стеклоочиститель в любом хозяйственном магазине и попробовать при помощи него удалить остатки скотча. Итак, наносим. Я не знаю, как другие виды стеклоочистителя, но этот крайне бесполезен в борьбе с остатками скотча. И далее в бой вступает тяжелая артиллерия. У нас есть white spirit, у нас есть растворитель, ну и, как говорится, на пассажок медицинский спирт. Будем применять все три агрессивных способа, посмотрим, устоит ли наш скотч или нет. Условия нашего соревнования просты. Каждая из трех средств отводится одна из полосок скотча. Посмотрим, кто справится лучше. Я думаю, результат очевиден. Второе место white spirit и первое место поделили между собой растворитель и медицинский спирт. Ну, а гран-при нашего соревнования по праву достается вот такому маленькому флакончику эвкалиптового масла. Помимо того, что отлично удаляет остатки скотча, так еще и пахнет приятно. Скотч настолько плотно вошел в нашу жизнь, что для многих он служит источником вдохновения. Макс Зорн с помощью скотча создает картины, которые тематикой и атмосферой очень напоминают сцены из старинных фильмов. А в Шотландии проходит фестиваль фигур, созданных из скотча. Он так и называется офф-ролл, если дословно не в рулоне. Но все же миф о том, что при помощи скотча можно починить что угодно, относится не к обычному упаковочному скотчу, а вот к такому армированному скотчу. В нашей стране армированный скотч появился не так давно. Однако за рубежом он очень популярен. Свой путь на Олимп, всевластие скотч начал с покорения американской армии. Там его применяют буквально везде и, как говорится, вовсюду. При помощи его связывали руки пленным солдатам, перевязывали раны, строили средства передвижения. В общем, скотч и американский солдат — два лучших друга. Этот вид скотча отличается тем, что он очень легко отрывается руками. Однако при помощи него можно сделать очень надежное крепление. Кроме того, продавцы утверждают, что при помощи вот такого скотча можно герметично склеивать повреждения. Давайте проверим. Проведем эксперимент. Возьмем вот такую бутылку с водой. Она будет играть роль водопровода, ну или канализации, кому как удобно. И изобразим дыру в этой самой канализации. Дыра есть. Можно посмотреть, что вода из нашей системы вытекает. И теперь при помощи куска армированного скотча будем чинить поломку. Аккуратненько. Заклеиваем. Ну и проверяем. Не идут пузырьки воздуха, а это значит, что наше соединение при помощи армированного скотча вполне себе надежное и герметичное. Ну, во всяком случае, в течение первых 5-10 минут так точно. Если мы говорим о сфере строительства и ремонта, то чаще всего применяется двусторонний скотч. О том, как его правильно выбрать и какого производителя предпочесть, поговорим со специалистом по двусторонним скотчам. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, какие виды двухстороннего скотча вообще существуют? Скотчей очень много. И различные виды, различные характеристики, и различные функции они выполняют. Есть скотчи, которые применяются при самых простых манипуляциях, есть скотчи более дорогие, но более сложные в плане потребления. А есть какие-то принципиальные различия в скотче разных производителей? Различия есть, но они незначительные. Все бренды, они как бы используют одинаковую основу и одинаковый адгезив, клеевой слой. Как сильно на качество скотча влияет его цена? То есть есть такое, что дорогие виды скотча, это прям очень хорошие, а подешевле это плохие? Или принципиально тоже нет никакой разницы? Да, но в самом деле так и есть. Нельзя называть скотчи плохими и хорошими. Есть скотчи, которые выполняют очень ответственные и важные функции, они, конечно, будут дороже по своему составу. Есть скотчи, которые выполняют функции очень простые, примитивные, но они будут недорогие. Если мы говорим о области применения двустороннего скотча, вот основные, вот что можно делать в строительстве и ремонте при помощи двустороннего скотча? Самые простые функции – это интерьерное применение, то есть монтаж табличек, монтаж небольших стендов, ну и прочие такие не очень важные, не очень ответственные задания в помещении при положительной температуре. Есть скотчи, которые выполняют очень серьезные функции, например, в европейских странах скотчи применяют при сборке дорожных щитов, указателей. Какова надежность двустороннего скотча, если его, конечно, можно в каких-то единицах измерить? Измерить надежность скотча можно, понимая тем, какие изделия на этом скотче изготавливаются. То есть это, как я говорил, дорожные знаки, это автомобили, трейлеры, кока-колы, они собираются без единого гвоздя, без единой заклепки. Вклеивание в высотные дома стеклопакетов, вклеивание в торговых автомобилях и транспорте, также стеклопакетов, крепление сидений, крепление различных элементов, которые не терпят сверления, пиления, приклеивания другими какими-то дизилами. Вопрос, конечно, может показаться дилетантским совсем, но вот какой вес может выдержать, максимальный вес может выдержать скотч? Да, действительно трудно сказать, на какой кубический сантиметр нужно повесить какое-то определенное количество груза. Есть технические характеристики, которые, в принципе, у каждого скотча индивидуальны, но скотч, который собирают автомобили, которые вклеивают стеклопакеты и самолетные эллиминаторы, надежно склеивает это дело. Это говорит о том, что довольно высокую нагрузку этот скотч испытывает на себе. Ну, в принципе, все понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще производители клеек и ленты выпускают вот такие специальные каталоги. Ну, рекламные, они распространяются среди продавцов, и у нас есть уникальная возможность посмотреть. Здесь есть специальный тест, который позволяет проверить склеивающую способность обычного скотча и скотча VHB, это скотч повышенной надежности. Для того, чтобы проверить, нужно взять вот такой вот тест. Вот здесь вклеен обычный скотч, а вот здесь скотч повышенной надежности. Ну и, собственно, попытаться его разорвать. Итак, пробуем разорвать. Если обычный скотч очень просто разрывается, то скотч повышенной комфортности... Повышенной комфортности. Скотч повышенной надежности практически не разрывается. Скорее, я себе пальцы оторву В общем, есть очень надежный скотч И этот эксперимент подтвердил это И в завершении проведем небольшой эксперимент Возьмем несколько крючков и возьмем несколько видов скотча Вот такой белый крючок мы приклеим на китайский двухсторонний скотч Крючок вот такого непонятного для меня цвета Мы приклеим на самый, как говорят, надежный армированный скотч Красный крючок будет приклеен на очень дорогой двухсторонний фирменный скотч Ну и вот такой бирюзовый крючок мы приклеим на самый обычный скотч Естественно, дадим скотчу какое-то время настояться И далее будем на каждый крючок подвешивать груз И посмотрим, какой груз из них кто выдержит Утяжелителем в нашем эксперименте будет вот такая канистра, пятилитровая канистра воды Ну, представим, что вы пришли с магазина, купили водички И прежде чем зайти домой, повесили воду на крючок, а дальше уже начали открывать дверь Итак, первый крючок, крючок белого цвета, будет закреплен на китайский двухсторонний скотч Отрезаем небольшой кусочек Мы не будем стремиться к красоте, не будем пытаться выровнять скотч по форме нашего крючка Просто берем и наклеиваем Теперь оставим наш крючок в покое на несколько минут Дадим скотчу настояться Переходим к тестовому испытанию Итак, наша пятилитровая канистра, наш крючок и наш китайский скотч Поехали! Собственно, даже не стоит продолжать Он отрывается при первом на него воздействии Второй вид скотча – профессиональный двухсторонний скотч На него мы будем приклеить вот такой красный Здесь уже идет фабричная наклеечка Поэтому мы просто отрываем защитную пленку И наклеиваем на нашу колонну Мы выждали положенные несколько минут И можем испытать дорогой двухсторонний скотч Поехали! Ну, нужно сказать, что скотч справляется Он держит положенную нагрузку Наш двухсторонний скотч, в принципе, неплохо себя зарекомендовал Несколько секунд он выдержал Далее, самый обычный упаковочный скотч И здесь введем небольшое условие Только пять слоев скотча мы имеем право нанести на крючок Поехали! Надо сказать, что наш эксперимент не несет никакой научной ценности Мы просто проверяем, как скотч вот в быту в обычных условиях выдерживает ту или иную нагрузку Итак, намотали мы самый обычный скотч и вешаем наши пять килограмм Если принесли домой упаковку яиц, то не нужно их вешать на крючок, укрепленный самым обычным скотчем И наш последний конкурсант, армированный скотч В те же самые условия, пять слоев скотча и пять килограмм веса Ну, прямо скажем, красота это не главное достоинство такого вида крепления крючков к стене Посмотрим, что насчет надежности Итак, пять килограмм веса опускаем И ничего не происходит Можно опускать еще много-много-много раз Давайте попробуем Профессионально армированный скотч зарекомендовал себя с наилучшей стороны Крючок на месте, ручка порвана А на этом все, мы с вами прощаемся И не забываем о том, что есть еще одно отличное применение скотча Например, вас бесят ваши соседи или дети Возьмите кусочек армированного скотча и решите эту проблему Крюстон, у нас проблемы Огонь вообще Эй, скотч, дружище В этой квартире мало места для нас двоих Кому-то придется уйти Это эвкалиптовое масло Данный вид связи доступен для абонентов всех регионов России Связывают руки пленным солдатам Да давай, чихни ты уже, господи Но, к сожалению, или, наверное, к счастью В последнее время окон, которые нужно заклеивать Не так уж много осталось в нашей жизни Только, наверное, у нашего сценариста они дома и остались Ужасные, я бы даже сказал, уродливые остатки клея Будем с этим бороться Не применяйте скотч, если у вас слабая нервная система Вот именно такой скотч Потому что это прям страшно Огонь вообще Не вышли волосы Все нормально